Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 635. События дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом за 8 сентября 2017 года». Пишет один человек. «Спасибо еще раз и за картошку, и за мед. Как вспомню маму, которая плакала, картошечки, бы до слез вообще. И как я пыталась хоть чуть-чуть купить. 150 рублей я дала по факту за килограмм. И сама даже на нее не дышала, чтобы хоть она поела. Очень плохо я с мамой и слабеет. А теперь этих два ведер прямо богатство. А вокруг меда ходит, он на столе стоит. А ни я, ни мама убрать-то его сами не в силах. Так она крышку снимет, вдохнет, обернется, не видит ли кто. И самую капелюшечку на палочке возьмет только. Я отвечаю. Относительно того, что от нас мало проповедей идет, так можно читать уже прошедшие. Их там более тысячи на сайте. Тут иные проповеди идут. Вот подняли плотину на втором мостике и на первом сделали проезд. Так Шерстобитов Геннадий Павлович очень восхвалял нашу работу. Он на урывке живет и как раз к нему ехать. А мне в дар за это прислал эту бутылку, полторашку свежего жидкого меда, как вы и хотели иметь, на которую вы там не надышитесь. Вот я вам ее и переправил. Так что это не мое. О, а картошку матушка Людмила тогда дала, а мы еще не копали тогда. Так что ее вспоминайте в своих молитвах. И тут моего нет ничего. Но ей помогали братья не раз. Вот она и ущедрилась для вас. Это вот краткая переписка. Ну что, вчера целый день мы с утра убирали то, что навозили в последнее время, там где у овечек пилили деревья. Пила не работает. Ну, не люблю просить, но сказал Володя, сходи к Роману, у него пила хорошая. Он ее взял, мы тоже это засняли. Какие у нас приспособления для этого, чтобы ничего не повредить. А тем более старые пни, да все с гвоздями, да не налететь. Они бывают обломанные. Ну, это невозможно просто. Итак, все благополучно. К 12 часам дня отпилили, все отдали. Ну, а теперь только начали колоть. Я укладываю. Так вот день пошел матушке помочь. Там где-то покопать картошку. Один бежит. Роман звонит, помогите. Лужков Игорь звонит, помогите. У Надежды Васильевны картошка не докопана, помогите. Солому привозите, помогите. Везде бросают свои колуны и бегут туда. Вот такая жизнь в деревне-то. В городе кого позвонишь-то? И зачем? Еще не нужен никто. Ну, по мобильному звонят. А я уже никуда не иду. Шкурю, да все на месте. Голубям слазил. Я прогуливаю урагана этого пса. А Никита его кормит. И вот только вечером. Видишь, что же дело идет. А Володя говорит. У Игоря был, Лужкова, там помогал какой-то кузов ставить. И он дровокол делает, варит дровокол. Интересно. Ну, и хочет показать. Ну, да еще сидим-то. Да и пошли. Ну, и пошли. И правда, систему такую варит. Такие у него ножи. Ну, я говорю, как в интернете-то я видел. Прямые, без сучка, без задоринки. Их можно ножом расколоть. А то суковатые, которые мы не могли. А ему разницы, говорит, нету. Интересно. Ну, нету разницы. Это слова. Но когда посмотрел, он подсадил трактор. И там давит по шлангам. А это самое сильное давление. Ну, и правда. Ну, и при нас она у него как бы на четыре чурки. Получается, крестовина нож. И крестовину выломило на нашем пеньке. Он удивился так. Отломило. И большая работа его теперь. В общем, эта конструкция, как он говорит, когда продают, стоит около 100 тысяч рублей. А это на сегодня, на сентябрь 2017 года. Но некоторые у нас не могли доколоть ребята. Сергей Пупков был, Володя, Никита. И мы их бросили в сторону. Говорим, русскую печь топить, когда будут хлеб печь. Туда затолкать их. Они подсохнуты. И будут гореть долго. И тепла много. Ну, послал я Никиту. Тот сгрузил их все. Полная тележка. Ну, сколько их там было, допустим. Пятнадцать пней, которые ребята не могли расколоть. Они сучковатые, закрученные. Он их все растерзал. Нож втыкается. И дальше там давит ее такой. Ему разницы нету. Как поперек. Или как вообще не понимает еще. Давит и все. Как бульдозер. Ну, мы довольны. Вернулись и стали разговаривать. Звонит Игорь. Говорит, там приехал человек. Вас знает. С Мамонтова ищет. Ну, я говорю, ладно, скажи, что я выйду. Я на встречу не стремлюсь. И бывает так. Издалека человек приехал. А я кого-то пошлю и сам не выйду. Помолюсь и чувствую. Встреча не нужна. Были такие. Приезжал император России. Император. То есть воцарился. Уже здесь венчали его на царство. Ну, такие были. Был монах приезжал. Этот Михаил бывший. Или как его. А Мевзорова. Был рядом в Барнауле. Я тоже на встречу не вышел. Не вышел. Помолился. Нет, не нужно. Это ничего не даст. Эти люди перешли. Грань. Из-за которой их уже не вытащить. Это не по силам мне. Нет. И нет. Ну, и на этом все. Вышел с этим человеком. Он говорит. Я с вами знаком. Мы встречались. Два или три раза. И называет места встречи. Это я вел занятия в милиции. То есть он сам милиционер. Начальник отдела районного. Вроде был. Шишка большая. Кажется, два высших образования у него. Он говорит. Потом встречались мы в местном СИЗО. Это следствие изолятор. Вы там с заключенными раздавали там что-то. Ходили, говорили. И еще где-то. Я там был, но его не помню. Ну, бритый мужчина. Женщина в машине сидит. Хорошая машина. Стали говорить. Цель-то приезда какая. Ну, вот сейчас депутаты готовятся. Я тоже подал в депутаты. Вроде был он когда-то. И знает, как средства, финансы повернуть по нужному руслу. Мы все записали. Это будет. Будет. Ну, дней через десять. Будет в интернете. Интересно. Разговор такой был. И я ему рассказал, что все это бесполезно. Ничего не будет. Все так и будет. Заниматься надо собою. Верить в Бога. Молиться за правителя. А это нет. Коррупция. Лоббирует интересы друг друга. Это все. Выходит закон. Грабить нельзя. Ну, вот они написали на бумажке закон. Все. Теперь и милиция, и полиция, и суды, и прокуратура на их стороне. Закон они обязаны соблюдать. Зачем эти депутаты нужны? Ну, я, может, разочаровал. А как? Он смотрел, как кто-то ему подарил нашу визитку. У него визитка есть, он вытащил. И там депутат, не депутат, а баллотируется в депутаты. Я в депутаты пошел, научите меня. Пусть меня научат. Я такой ролик поставил. И вот он приехал. Это был местный корченский сельсовет. А это районный. Районный. Даже не краевой. Ну, вот так вот. Это событие для потеряевки-то. Но он, главное, знает, видит и называет. Я говорю, вот видите, пустое место. 21 тысячи сел разрушено. Жить люди работать на земле не хотят. А кто-то бы вырабатывал пшеницу, мед. Ну, кто-то бы поставлял картошечку, кукурузу бы они ели, молочной свежести. Сливочки, мясо. Вот. А кто-то бы работал. Кто-то вот я должен это делать. Я. Вот так поговорили. Ну, и по-хорошему расстались. И поехал еще, разворачивал машину. Жена помахала рукой. Ну, с женой не разговаривали. Она в очках. Как будто темных была. Я когда темные очки, глаза не вижу, зрачки человека, то... Ну, я вижу, что он как бы не то что прячется, а скрывается, как сказать. Это вот за один день событие. Вот сейчас уже осень. А тут сказали к вечеру, что 3 градуса мороза будет сегодня. Ну, в 9-го. Надо идти в огородчики все собрать. Володя поехал собирать все везде. Ну, а теплицу закрыли. Вот. Это событие. А в городе, ну, мороз. Ну, и что мороз? Какая разница? Батареи бы скорее нагрелись. А здесь нет. Все это вчера раскололи. Он разрезал эти щетки. Он их не колет, а режет. А ему разницы нет, какие волокна идут, в какую. Крутят закрученные. Он их все подряд прямой линией разрежет. И вот это за один день. А я еще там голубям слазил. Что надо. Так взял. Ну, на этом и все. Показать можно ресурсы наши. Вот. Первый ресурс. Самый больше всего люблю я. Мой мир. Вот он, мой мир. Здесь можно заходить в шапки. Именно в шапки. А не с голубем. С голубем это контрольная. Вот она здесь. Уже сегодня вот выставили. Она перетащила. Раз, два, три, четыре, пять. Пять роликов из девяти. Перетащила с видеоканала. Сюда система. Ну, это надо делать что-то для этого. Дальше. Потом у нас есть православный форум. Вот такой вот. 2771 день. Как он работает. Хороший. Ни спору, ни с чего. Ну, 200 тысяч человек заходят. Чего-то ищут они здесь. Находят. Ну, наш видеоканал. Вот он, видеоканал. Православный. Вот новые ролики поставили здесь. И во свете Библии православный библейский сайт. Сайт. И вот этот сайт. Тут много вопросов и ответов. 4124. Вчера этому человеку, депутата, который стремится помочь, исправить эту жизнь. Вот. Тут все я сказал, что есть. Можете скачать из Златоуста Библию, Архипелаг, Гулаг. И слушать дорогой. Ну, и вот есть одна тема. Здесь взята у меня война. Вот из войны я беру по вопросу. Хотя бы. Озвучу. Вопрос 1130. Третий том «Открытым оком». За что вы так ненавидите погонщики на одежде? Разве они нам не должны напоминать, что мы воины Христовы? Ответ. Есть поговорки. Каждый сверчок знает свой шесток. И каждому овощу свое время, место. Погона – это отличие военных от гражданских. И для чего же гражданскому человеку носить камуфляж, как будто он военный? Можно купить генеральские погоны, но ты не будешь им соответствовать. Можно купить и епископскую мантию. У нас в общине есть врачи, имеющие воинское звание, и следователь прокуратуры. Им разрешается по чину. И они приходят в одежде с погонами. Ну, и, конечно, не на богослужение, а так могут. Вот короткий ответ, который я давал, стоя за капитрой. Ну, это маленький ответ. Я добавлю еще один. Вопрос 1579, 6-й том, открытым оком. «Псалмах Давидов он иногда просит покарать своих врагов. Да сойдут они живыми в ад» – Псалом 54, 16. «Как же быть православному? Нам же нельзя молиться против врагов. Ответ. Иногда в сознании даже верующих смещаются понятия земные и священные, то есть теми, которые взяты точно по Библии. Иногда эти понятия разносятся в разные графы и противоречат друг другу. Это особенно касается тех мест на горной проповеди, где Господь говорит. «А я говорю вам, это «а» и должно ныне быть основным». А что было тогда, оно как несовершенное, детское, оставляется для тех, кто до, а я говорю, еще не дорос, то есть не обратился всем сердцем ко Христу, кто еще по земному мыслит. Мыслить же по земному, значит, находиться в смерти, в невозрожденности нового духовного рождения. Нужно мыслить по-божески. Еву, 10 глава, 4 стих. «Разве у тебя плоские очи, и ты смотришь, как смотрит человек?» Рим на 8, 5, 6. «Ибо живущая по плоти о плотском помышляет, а живущая по духу о духовном». Помышления плоские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Ученики долго не могли понять намерения Христа, и все продолжали мерить своим багажом, как их учили дома в школе из их книг. Нам почти невозможно понять, что за переворот был в их сознании. Они терялись. Терялись в виду Христа, когда на них надвигалось решение вопроса, и они тянули его в старую колею. У них крен был в сторону их родины – православие, самодержавие, народ. Они давились этой отрыжкой еще очень долго, и со скрипом соглашались, что, пожалуй, язычников Бог может спасать. Иеремия 23, 6. «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». Лука 24, 21. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Лука 9, 55, 56. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иоанн зато усталкует в пятом томе так, что все, что касается гибели врагов по псалтыре, это относить к нечистой силе, против бесов молитвы усилить». Матфея 5, 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ну, на сегодня все. Субтитры готовлю. Продолжение следует...